потребителя и для себя в том числе наиболее благоприятные условия. Ну то есть просто получилось так, что компания вы молодая, да? И сразу просчитать все моменты, которые могут в процессе работы возникнуть, ну это действительно сложно, все с этим сталкиваются. Совершенно верно, что говорится, на ошибках учиться. Все правильно, но насколько мне известно, вот этот вопрос ведь до конца так и не решен и сейчас находится на рассмотрении в арбитражном суде Казани, да? Да, мы подали на обжалование, потому как считаем в некоторых аспектах действия Федеральной антинопольной службы, ну как минимум, не до конца разобравшимися. То есть вы обратились в суд для того, чтобы все-таки доказать, что правы и вы не хотели, во всяком случае неумышленно вот эти нарушения произошли? Ну опять же таки суд это независимый орган, который может принять решение, получив объяснение той или иной ситуации. Как нам кажется, что мы в данной ситуации поступили правильно. Ну если докажет обратный суд, мы здесь уже, конечно же, не будем спорить. Будем исправлять, да? Конечно. А на данный момент, вот сейчас, если я решу установить счетчик, опломбировать его, куда мне лучше обратиться? И если я обращусь, сделаю так, что установлю счетчик самостоятельно, а опломбировать у вас надо, как тогда с тарифами? То есть изменилось вот это платежное? На сегодняшний день, да, несмотря даже на то, что решение окончательного еще не принято, но в рамках нашей организации принято решение внести изменения в прес-курант платных услуг, разделив эти две услуги. Ну удобнее, конечно, вот все-таки, ну к одному человеку обратиться, либо в компанию в одну и установить, и опломбировать, чтобы не бегать по разным инстанциям. То есть вы все-таки оказываете обе эти услуги, да? Да, да. Комплексный вид услуг на сегодняшний день оказывается нашей компанией. Хорошо, замечательно. Еще вот тогда давайте поговорим, раз уж начали мы о сложностях, какие-то еще сложности в работе молодой компании, потому что 4 года на рынке это все-таки достаточно юный возраст, тем не менее вы себя уже зарекомендовали, вас знают, к вам обращаются, у вас широкий круг потребителей. Но какие-то сложности еще есть или моменты, которые требуют притирки? Ну, вы знаете, сложности, возникающие в нашей компании по работе, если рассматривать через призму взаимодействия с разными структурами, то есть начиная от потребителя и заканчивая административными ресурсами, да, сложности, конечно, возникают, но мы стараемся их урегулировать, как минимум в интересах и общественных, не скрою, конечно, в интересах и политических, но и, конечно же, для того, чтобы мы могли развиваться в дальнейшем. А какие-то вот бюрократические барьеры или административные, как у нас принято выражаться в последнее время, то есть волокиты бумажные, с этим сталкивались в нашем городе? Ну, конечно, сталкивались. Это не секрет. Каким образом удалось из них выйти? Ну, приходится, наверное, как и все, проходить через это, поэтому здесь, являясь гражданином Российской Федерации, наверное, каждый должен пройти через эту процедуру, ощутить, что называется, на своей шкуре. То есть, чтобы стать взрослым, надо пройти все этапы в развитии компании, тогда она уже твердо займет свою позицию на рынке, да? Совершенно точно. Ну, я вам только могу пожелать, чтобы как можно меньше с таких ситуациями вы сталкивались. И давайте-таки уже опять вернемся к приятным моментам, то есть к изменению вашего статуса. Это независимая компания вы теперь, и вы уверяете, что вот работая в новом статусе, вы можете предложить более выгодные условия, индивидуальный подход к потребителям. Так это? Совершенно верно. Каким образом? Что вы для этого готовы сделать? Ну, в первую очередь, мы готовы рассмотреть каждого потребителя, который занимает в нашем полезном отпуске наибольший удельный вес, готовы рассмотреть этого потребителя как наиболее приоритетного, занявшегося им в первую очередь, и предложив ему на сегодняшний день уже разработанную программу в нашей организации по снижению тарифа конечного. И ее возможности снижения. А с какими вопросами чаще всего обращаются к вам горожане? Ну, что касается населения, то они чаще всего обращаются с вопросом, почему у вас такие дорогие счетчики. А чего зависит цена счетчика? На самом деле, на самом деле мы приобретаем счетчики по необходимости. То есть, когда заказал? Конечно, когда набрали заявку с населения о возможности и необходимости замены перебора учета. Поехали, купили, приобрели, поехали, поставили. Во-вторых, счетчики приобретаются непосредственно с завода-изготовителя. Поэтому говорить о высокой или о низкой цене, наверное, не совсем правильно. Мы всегда предоставляем право нашему потребителю обратиться к другому поставщику электросчетчиков, который может свободно приобрести его в другом месте. Даже, более того, может установить его собственноручно, если ему позволяет такая квалификация. После чего наши сотрудники придут и опломбируют его. Понятно. Ну, здесь, как говорится, палка о двух концах. Можно сэкономить на счетчике, но взять его менее качественным. А вы, как специалисты, наверное, берете уже тот электросчетчик, в котором вы уверены, гарантированно будет работать хорошо, долго, и показатели будут правильные. Как говорится, скупой платит дважды. Все правильно. Но есть еще такая категория граждан, как пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные люди. Какие-то льготы предоставляете вы этой категории граждан, либо в деятельность компании она просто не предусмотрена, не может быть? Несмотря на то, что наша организация является коммерческой, Несмотря на это, мы разработали внутри организации некий план и программу для данной категории потребителей, которая может предоставить пенсионерам и инвалидам, во-первых, на что он нацелен? На предоставление рассрочки по оплате, как за установку, так и за приобретение прибора учета. И возможность установки и пломбировки приборов учета также по рассрочке. Ну, это очень приятно, потому что действительно есть люди, которых хочется поддержать, и надо это сделать. Это и пенсионеры, и наши бабушки, мамы, дедушки. Вот давайте поэтому еще раз напомним, где располагается Ваша компания, какие телефоны, как можно обратиться, по каким вопросам, куда самое главное. Димитровградская энергозавтовая компания находится по адресу город Димитровград, проспект Димитрово, 16, культурно-развлекательный центр, строитель на втором этаже. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону 642-60, либо 642-61. Хорошо. Я надеюсь, что телезрители запомнили телефоны, записали адрес. И еще, насколько мне известно, у Вас новая услуга вводится о ней. Расскажите, пожалуйста. Пользуюсь, конечно же, случаем. Хотелось бы донести до нашего потребителя о том, что в нашей организации был организован, осуществлен процесс приема платежей со всех потребителей, кроме населения. Поэтому Вы именно по адресу, который был уже ранее сказан, можете прийти и оплатить услуги потребленной электроэнергии именно в кассе Димитрово-Градской наркозитовой компании. То есть, чтобы не бегать никуда, можно прийти прямо к Вам и непосредственно у Вас же все и оплатить? Совершенно верно. Мы в первую очередь это создали для того, чтобы потребитель, приходя в кассы различных банков, не переплачивал комиссионных взносов. Понятно. Очень удобно. Я сожалею, что время эфира подошло к концу. Мы вынуждены попрощаться. Но я надеюсь, что зрителям понравилась встреча с генеральным директором ООО «ДЕСК» Денисом Ереминым. До свидания, уважаемые телезрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова